Представители блока ОКОМ откликнулись на призыв ПСРМ и пришли в парламент для участия в переговорах, инициированных депутатами-социалистами. Дискуссий, однако, ни к чему не привели, коалиции по-прежнему нет. Представители блока отметили, что союз ПСРМ невозможен, учитывая большие идеологические расхождения между двумя сторонами. Они настаивали на принятии предложенного пакета законов об освобождении госинститутов и отстранении ДПМ от власти. После часовой дискуссии депутаты партии социалистов заявили, что не поддержат миноритарное правительство. Представители блока ОКОМ, что не хотят формировать мажоритарную коалицию, отказываются рассматривать кандидатуру ПСРМ на должность спикера. «Мы не хотим досрочных выборов, но если не будет другого решения, мы не видим, как мы можем исправить ситуацию в ближайшем будущем без их объявления. Задачей ПСРМ на встрече была прояснить позицию блока ОКОМ по вопросу создания коалиции большинства. Это единственное, чего мы можем сегодня добиваться для формирования стабильного правления в Республике Молдова». Однако представители блока выразили категорическое несогласие с такой постановкой вопроса. «Мы не видим коалиции с ПСРМ, но готовы обсуждать со всеми, которые хоть наполовину, на 50 процентов хотят внести свой вклад в освобождение этого государства от страха, потому что именно в такой атмосфере живёт общество. Депутаты блока ОКОМ готовы разговаривать с теми, кто хочет принять участие в голосовании по пакету законов об освобождении государственных учреждений. Для этого не нужна коалиция или большинство, но требуется политическая воля. Те, кто желает проголосовать за законопроекты блока, сначала должны будут подписать декларацию о захвате государства, а затем начнётся формирование руководящих органов парламента». В завершении встречи члены ОКОМ сообщили, что рассмотрят предложение ПСРМ, а социалисты заявили, что объявят об окончательном решении 12 апреля после заседания Совета политформирования.